Всем поклонникам Laravel привет! В эфире Каткод. Сегодня у нас необычный формат. Вместо кода вы видите меня лично, вот заодно с вами и познакомимся. Как вы уже поняли из заголовка, я хочу поговорить об отличиях Laravel и WordPress, какие у кого преимущества и что когда лучше выбрать в том или ином проекте. Вордпресс я выбрал просто потому что это популярный запрос и вы можете вместо этого слова подставить любую другую cms, joomla, drupal не имеет значения. Да, как ни странно это популярный вопрос и мне его действительно часто задают, но это само собой новички. Сразу скажу, что доказывать, что вордпресс или любая другая cms это плохо я не буду, они имеют место быть и все это сильные проекты под определенные цели. На самом деле сравнивать такие разные вещи крайне тяжело и мы этого делать не будем, но поговорим когда же все-таки стоит применять готовый cms, а когда фреймворк и в чем их отличия. Начнем с отличий. Фреймворк это набор инструментов, помогающий нам в разработке, упрощающий жизнь во многих базовых процессах. Скажем так, это набор инструментов для предстоящего ремонта в квартире, инструменты у вас есть, а все остальное придется делать самостоятельно руками и понимать как это делается вам тоже придется. cms даже исходя из названия означает систему управления контентом, уже готовую систему со своим бэк-офисом и функционалом и по большему счету вам даже не требуется быть разработчиком, чтобы сделать проект на cms. Моя первая работа была в веб-студии, мы штамповали сайты на Drupal и спустя примерно год я решил, что я уже отличный разработчик и можно двигаться дальше в более серьезных организациях и на собеседованиях уже на вопросе, что такое ООП или дизайн-паттерны, я понял, что год был просто потрачен впустую и называть себя разработчиком я вообще не имею права. Итак, друзья, это в корне разные вещи. Если вам предстоит сделать малобюджетный проект, связанный с контентом, то используйте cms и в этом нет ничего плохого. Если у вас более серьезный проект, а то вам на помощь придет фреймворк, что также даст вам возможность развиваться как разработчику, хотя и здесь я считаю, что для наибольшего развития лучше начать с базовых знаний языка программирования, а не сразу лезть во все дебри фреймворка. Научитесь класть фундамент, прежде чем строить дома. Возможно, кто-то из вас подумает, ну почему cms только для малобюджетных контентных сайтов типа блога и так далее, ведь там есть плагины, делающие из дефолтного блога интернет-магазин и даже я видел соцсеть. Да, есть, но это уже на мой взгляд такие костыльные дополнения, большинство из которых уже давно не поддерживается, да и в основе не имеет даже юнит-тестов, и все это в целом выглядит несерьезно. Вы используете готовый плагин для магазина, к примеру, да, но даже понятия не имеете, как оптимизированные запросы к базе и прочие инструменты отладки вам скорее всего недоступны, а даже если и доступны, то это уже, скажем так, пляски с бубном. В общем, вот такое у меня мнение cms и их отличие от фреймворка. Рад был с вами повидаться. Всем желаю интересных проектов и клиентов с четкими ТЗ. Спасибо за просмотр, обязательно увидимся на CutCode.